Искать жизнь. Но как? Что разглядишь на Марсе за десятки миллионов километров? На Земле в этих условиях самой мелкой, еле различимой точкой был бы, например, Крымский полуостров. А ведь его размер 300 километров. И все же Академик Николай Павлович Барабашов смотрит в телескоп. Зачем? Разве не устарела в наши дни эта техника? И теперь в космос посылают автоматы. Они фотографируют планеты вблизи. Поверхность Марса снял уже знакомый нам Маринер-4. Он прошел мимо планеты на расстоянии полутора ее диаметров. Прекрасные снимки. На них мы впервые увидели марсианские горы. Они оказались похожи на лунные кратеры. Каждый снимок захватил район, равный по ширине, примерно Крымскому полуострову. Район, казавшийся в телескоп, точкой. А здесь на нем полно подробностей. Но для поиска в жизни и этого мало. Самые мелкие детали, различимые здесь, такие вот как этот кратер, измеряются все же километрами. Для сравнения посмотрите на аналогичные снимки Земли, снятые из космоса со спутников. Вот, например, Италия. На белые пятна не обращайте внимания, это облака. Каспийское море. Синайский полуостров. Это река Нил. Балтийское море. Финский залив. Черное море с Крымским полуостровом. Хорошие снимки, но попадя не к марсианам, жизнь на Земле не была бы обнаружена. На этих снимках не видно даже таких городов, как Ленинград. Поэтому искать жизнь на Марсе по снимкам Марина, это бессмысленно. А как искать? Как отличить живое от неживого на таком огромном расстоянии? И вот, оказывается, телескоп не устарел. Он позволяет спокойно следить за Марсом месяцами. И то, что не видно на фотоснимке в статике, становится заметным в динамике. Марс движется по орбите. Солнце все больше освещает полюс планеты. В этом полушарии наступает весна. Мертвому это безразлично, а живому. На нашей планете в эти дни начинается таяние снега. Обнажается окоченявшая за зиму земля. Прогревается, радуется яркому солнцу. Жорчат первые ручьи. Сливаются в бурные потоки. Наступает пробуждение природы. Чудесная симфония жизни. Бесцветные массивы растительности темнеют, зеленеют. Будет ли Марс реагировать на весеннее тепло? Есть. Смотрите на края снеговой шапки. Видите? Моря около нее темнеют, меняют цвет, местами зеленеют. Одновременно отступают к полюсу снеговой покров. Невольно представляю себе, что и там, как на земле, что-то живое жадно тянется к солнцу, к нашему общему солнцу. Что-то очень родное, близкое и глубоко понятное. Красиво, но, к сожалению, пока это всего лишь мечта. Разберемся в этом вопросе хладнокровно. Светлые пятна, по общему мнению, сухие безжизненные пустыни. На сотни тысячи километров тянутся там унылые пески или однообразные каменистые равнины. А чем могут быть темные пятна, кроме растительности? Что, если мы видим какие-то черные тучи? Нет, для туч марсианские моря слишком стабильны. Ведь существуют карты Марса. Тогда, возможно, дело в рельефе. По аналогии с Луной, моря могут быть равнинами из темной застывшей лавы среди светлых гор. Можно представить себе и обратное. Среди светлых пустынь возвышаются темные скалы, с которых ветра сдувают песок в низины. А может быть, ни то и ни другое? Ведь на снимках светлые и темные участки имеют одинаковый рельеф. Но в чем-то они должны отличаться? Удалось измерить раздельно температуру пустынь и морей. Моря оказались теплее. Вы думаете, это тепло жизни? Нет. Вспомните, живая листва холоднее камней. Растения, часть поглощенной солнечной энергии, тратят на химические реакции и на испарение воды. А вот темные камни теплее светлых, потому что все темное больше нагревается солнечными лучами. Исходя из этого, казалось бы, проще всего объяснить моря как выходы темных горных пород. Но горные породы неподвижны, а очертания морей Марса с годами немного меняются. Вот примеры. Раньше здесь были четкие пятна, теперь их нет. Очень различаются очертания озера Солнца за разные годы. Здесь появилась новая темная область, мертвым камням такое не под силу. Впрочем, американский ученый Мак Лафлин считал, что мертвое может меняться от шалости ветра. Допустим, говорил он, марсианские вулканы выбрасывают огромные тучи черного пепла. Ветер относит эти тучи в сторону. Пепел садится на грунт, образуя темные области. Постепенно пепел заносится песком. При новых извержениях налет пепла подновляется, но ветра изменчивые, очертания темных областей варьируют. Неплохая была бы гипотеза, если бы пепел мог расцветать весной. В Харьковской обсерватории под руководством академика Барбашола исследовали, как марсианские моря и пустыни отражают свет. Выяснилось, пустыни отражают его, как довольно ровная, гладкая поверхность. Рассеивают незначительно. Моля рассеивают гораздо сильнее. Значит, они имеют поверхность бугристую, изрытую. Изрытую и весной меняющую цвет. Такую поверхность имеют массивы растительности. В пользу растительности есть еще один интересный довод. На Марсе часто видны песчаные бури. Страшно там в эти часы. Проснулся бескрайний сухой океан. Взбесились вихри каменной пыли. Затмили солнце песчаные тучи. Завертели шальные смерчи. Поднялись черными факелами. Смешали пустыню с небом. Миллионы, миллиарды тонн песка закружились в пьяном хороводе. Помчались в другие страны. А потом... Потом свет опускается где-то за сотни километров. Садится на темный пепел. Заносит темные камни. Превращает планету в сплошную песчаную пустыню. В светлую пустыню. Почему же упорно существуют темные пятна Марса? Что может противостоять песчаным нашествиям? Только жизнь. Только живое сбросит с себя песок. Прорастет сквозь песчаные сугробы. Отстоит занятую территорию. Итак, темные пятна Марса легче всего объяснить растительным покровом. Этой точке зрения придерживается и академик Барапашов. Я считаю, что в настоящее время на вопрос есть ли жизнь на Марсе имеется достаточно оснований отвечать утвердительно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!